Ну-ка, мы рассматриваем конструкцию мессианского царства, да? Следующее — это поклонение. Первое, что мы с вами должны отметить, это то, что будет всякое отсутствие свободы вероисповедания. Всякое отсутствие свободы вероисповедания. Это тысячелетнее царство. Мы говорим о тысячелетнем царстве. О конструкции мессианского царства. Значит, отсутствие свободы вероисповедания. И знаете, смысл в том, чтобы чистота веры не была разбавлена. Второе. Евангелие не будет сразу проповедоваться, но будет проповедоваться уже второму и третьему поколению. Будет восстановлен четвертый. И вот этот храм, который называется мессианским храмом. Это описывается в Языкиле 40 по 43 главу. В Языкиле 40 по 43 главу. Какая глава? Языкиль с 40 главы по 43. Мы читаем? Не, не, мы не будем читать. Три главы читаем. Ну, вы почитайте дома, хорошо? Там описание храма четвертого. Значит, что в себя будет включать этот храм? Ну, первое, это сам храм. Будет в него включать, так, мессианский. Второе. Что пропустили вы? Мессианский храм будет в себя включать. Само здание. Второе. Восстановление нового закона, а не восстановление закона Моисеева. Восстановление нового закона, а не закона Моисеева. И это очень важно понимать, этот момент. Потому что будут приноситься жертвы, как они... Не-не-не, дорогие мои. Писание описывает, что будут приноситься жертвы, такие, как приносились по Моисееву Закону. Почитайте из Акиля, и вы увидите это. И это не аллегория. Будут приноситься жертвы, поэтому я делаю акцент, что будет установление Нового Завета, а не Моисеева Закона. Чтобы как бы... Я понимаю, что сразу происходит такое непонимание, как это... То есть в храме будет следствие Нового Завета, а не Моисеева Закона, понимаете, да? И в храме будут приноситься жертвоприношения. Но мы должны понимать очень четко, что эти жертвоприношения... Потому что для нас это может звучать сегодня, как основная проблема. Ну как это? Читая эти места из Писания, почему должны приноситься жертвы, если жертва уже не нужна сегодня, да? Если она не нужна сегодня, зачем она нужна будет тогда в мессианском царстве? Значит, просто нужно понять, что жертвоприношение, это не такое жертвоприношение, которое было, ну... То есть оно будет как бы происходить таким же самым образом, да? Но это будет для того, чтобы показать, что сделал Иисус. Это как демонстрация для всех людей, живущих в тот момент. Демонстрация, что сделал Иисус. Скажем, демонстрация Моисеева Закона в то, чтобы показать, что сделал Иисус. Это объяснение, вот почему будет приноситься жертва. И это все будет происходить символически. Послушайте. Это все будет происходить символически. То есть, как еще одно средство убедительной проповеди Евангелия. Это все будет происходить символически. Следующий момент — это материальные физические характеристики царства. Материальные физические характеристики царства. Материальные физические характеристики царства. Материальные физические характеристики царства. В момент, когда начнется царствование Мессии, то проклятие, которое было дано Адаму и Еве, оно будет снято. Это четвертый вопрос. Материальные физические характеристики царства. И как результатом, знаете, будет что? Небывало изобилие, исчезновение болезней. Сейчас мы каждый вопрос рассмотрим. Я просто пока говорю. Прекращение войн. Значит, небывало изобилие. Мы посмотрим Исайю 35 главу. Исайя 35 глава. Прочитаем первых четыре стиха. Возвеселится пустыня и сухая земля. И возрадуется страна необитаемая. Расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться. Будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана даса ей. Великолепие Кормила и Сарона. Они увидят славу Господа величия Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет от мщения, воздаяния Божия. Он придет и спасет вас. Значит, первый-второй стих, он говорит о том небывалом изобилии, которое будет происходить в этот момент. Другими словами, можно сказать, что физическое благословение или изобилие, которое будет в мессианском царстве, ну, нам просто и мечтать даже не приходится об этом. Понимаете, да? Поскольку они жить будут? Они будут долго жить. Мы где-то прочитаем об этом тоже. Да, вот этот отрывок мы будем читать. Сейчас 100-летний будет умирать, как юноша. Значит, второе, что особенного будет происходить, это то, что исчезнут болезни. Здесь же, в 35-й главе, 5-й, 6-й стих. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Вообще, хорошо известный, да, для нас, как бы, этот отрывок из Писания, да? Если песню поем, да? А вот. Но это все в полноте, оно будет именно в мессианском царстве. То есть, не будет никакой болезни, не будет ничего такого. Все будет удалено. Будет полное совершенство. Люди будут иметь в тот момент совершенные тела. Итак, третье — это прекращение войн. Исайя 2 глава. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет на народ меча, и не будут более учиться воевать. Другими словами, у военных будет безработица в тот момент. Так же самое, как и у врачей. Потому что лечить некого будет. Знаете, что еще интересно? Знаете, что будет еще интересного? Это что больше не будет беззакония. Можете себе представить общество, в котором нету беззакония? Все будут честными. Можно себе представить общество, где все честны? Все будут честными. И самое главное, что людям, живущим в этот период Тысячелетнего Царства, им придется быть таковыми. А если... Послушайте, послушайте. Им придется быть таковыми. Но знаете, сущность человека, она такова, что все равно всегда находятся недовольные. И такие появятся тоже. Исайя, 65 глава, 20 стих. Исайя, 65 глава, 20 стих. Да, это те, которые... Что людям придется быть таковыми, но все равно будут появляться те, кто недоволен. Знаете? 65, 20. Исайя, 65, 20. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. Что не так? Здесь написано, там не будет более малолетнего и старца. Вы понимаете, да? Не будет стариков и юношей, да? То есть тело ваше будет... Ну, ваше. Тех людей, которые там будут, будет совершенным, понимаете? Как тело у Адама и Евы. То есть не будет стариков, понимаете? Тело не будет стареть. Тело не будет стареть. Понимаете? Но, послушайте, я же почему сказал, прочитаем этот стих? Потому что будут все равно появляться недовольные. Те, которым будет неудовлетворительно жить честно и так далее. И результатом здесь говорится, да, что, но столетний грешник будет проклинаем. То есть даже если в сто лет он станет грешником, понимаете, да? То есть такие тоже будут появляться. Вот, пожалуйста, вам. Все совершенно, как бы, да? Но все равно, все равно появляются те, кто даже будет недоволен всему этому. Им будет не нравиться. И те, кто воскресли, смертная над ними не имеет власти. И они будут вечными в этом царстве, не бессмертными. А люди, которые покорились в пришествии Иисуса, вот они и будут составлять вот эту вот часть. Согласен. Значит, дальше. Так что, возраст здесь, то, да? А кто будет править? Кто будет править? Сын. Мессия, Ишуа. Будет править в этом царстве. Это противоположность, когда вы говорите, что-то будет человек, который в Кипре сбудет. Это будет просто образ людей, по которым он будет жить. Мы сейчас говорим, что это с еще и инициацией. Я понимаю, что, допустим, говорил на своем вопросе, что будет править. Хорошо, пятая, пятая. Пятая говорится о том, что, знаете, но даже и этому царству придет конец. Пятый пункт. Что даже и этому царству придет конец. Потому что будет восстание, война. Откровение, 20 глава. Откровение. 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 Седьмого стиха. Седьмой, девятый стих. Седьмой, восьмой, девятый. Когда же окончатся тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Значит, что говорится? Что дьявола через тысячу лет отпустят. Помните, в начале, когда было сражение, этот зверь и пророк были брошены в озеро Огненное, а дьявол был... Ну, двадцатую главу мы можем прочитать с вами в начале, да? Можно с первого стиха прочитать. Первых три стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время». Значит, просто, чтобы было более понятно, да? Значит, в момент, когда произошло здесь еще одно сражение, помните, да? Когда пришел Мессия Иешуа, да? Своим войском и победил всех, кто были против, да? Кто имели там начертание зверя, самого зверя, самого дьявола и так далее, да? Все были убиты. Только зверь и лжепророк были брошены в озеро Огненное. Так? А дьявол, дьявол в этот момент, ну, скажем так, современным языком, был арестован, вот, посажен на цепь. И там написано, что запечатан, да, и поставлена печать в бездну, да. То есть, что на протяжении, на сколько? На тысячу лет. То есть, вот на этот период времени, вот, весь этот период времени, дьявол находится в заключении. Понятно, да? Да. Через тысячу лет, по окончании тысячелетнего царства, по окончании тысячелетнего царства, дьявол выпускается. По окончании тысячелетнего царства, дьявол выпускается. И написано, для чего он выпускается? Прочитайте кто-нибудь. Это... Нет, нет, это седьмого стиха, да? Когда же окончится тысячелетний царство, татана будет освобождена из темницы своей и выйдет обольшать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Значит, есть определенная цель, да, то есть его выпустят, для того, чтобы решить вопросы, я скажу так, со всеми недовольными, чтобы определиться однажды уже и до конца. То есть для того, чтобы решить вопрос вот с теми, которых, ну вот, были недовольны, мы читали, что они, оказывается, также будут появляться, да? Те, которые в течение этих тысяч лет будут рождаться, не знаю, и так далее. Кое-что как бы я упустил, да? В этом рисунке кое-чего не хватает, для того, чтобы была полная картина. Вместе с Мессией сюда придет еще и тело Мессии, которое было восхищено. Нет, нет, не 144. Те, которые были восхищены, вот здесь. Понятно, да? Вот здесь церковь была восхищена. Их не было в период этой скорби, да? Но вот здесь, когда Мессия придет править, поэтому написано, да, что мы с вами будем править так же. Помните, да? Значит, в этот промежуток времени, в тысячелетнем царстве, придет тело Мессии. Но произойдет еще одно интересное действие, о котором также говорит Писание. Это воскресение из мертвых. Так же будет происходить в этот момент. Святых. Нет, нет. Воскресение из мертвых, чтобы вы не путались, не всех людей, а только святых. Воскресение из мертвых и только святых. Это для того, чтобы мы как бы видели полную картину происходящего, да? Значит, определимся, что вот здесь еще находится озеро Огненное, да? Чтобы была какая-то картина более полная, да? Вы слышите, да? Озеро Огненное. Озеро Огненное. Озеро Огненное. Вот в этот момент, помните, да, еще раз как бы, в озеро Огненное были отправлены пророк, этот лжепророк и зверь. Они уже там находятся. Дьявол не находится в этом месте. Чтобы вы точно понимали это, да? Он находится в заключении в бездне какой-то. И будет освобожден. До времени, да? Здесь, когда он освободится, произойдет восстание, будет последнее сражение, вот, после чего дьявол также будет вержен в озеро Огненное. Сейчас, сейчас, дорогие мои, давайте мы уже подходим, подходим, в принципе, к концу, к концу. Значит, десятый стих прочитайте по поводу того, что мы уже прочитали. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророки будут мучиться день и ночь во веки веков. Значит, в этот момент начинается еще что. вот здесь же, в этот момент, после этих военных действий, да? То есть, это как бы один фрагмент времени, да? Военные действия, дьявол выпущен, военные действия, дьявол брошен в озеро Огненное. В этот момент происходит еще одно действие. Происходит еще одно действие, которое описывается в Откровении 20 главе с 11 по 15 стих. Читаем. Откровение 20 глава с 11 по 15 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Что происходит? Он видит белый престол, то есть, другими словами, суд. Суд Божий. Наступает момент суда Божия. После того, когда дьявол вержен в озеро огненное, наступает момент суда Божьего. И сказано о том, что все мертвые воскреснут. Вы слышите, да? Кроме трех личностей, которые уже находятся в озере огненное. Все остальные воскреснут для того, чтобы предстать пред престолом Божьим и быть судимыми. И, знаете, будет суд, и в этом суде можно было задать вопрос, но если все равно написано, что все люди, они в итоге будут судимы, и в итоге они что? Отправлены будут в озеро огненное, да? Кто не был записан в книгу жизни. Тогда зачем вообще нужен эта суть? Почему их так же, как дьявола, лжепророка и зверя не кинут в озеро огненное просто и все? Если они все равно пойдут в озеро огненное? значит, одно из предположений заключено в том, что все будут судимы, однозначно, да? Все, кто не записан в книгу жизни, так? Но каждый будет судим по делам своим, так? это означает, что степень наказания будет для всех разная. То есть всех ждет гена огненная. Наказание вечное. Вы понимаете, да? Это неизменно. Понятно, да? То есть все идут в гену огненную, всех ждет вечное наказание, здесь так сказано, да? Что и смерть, и ад поверженный в озеро огненное, это смерть вторая, да? то есть это навсегда, говорит Писание. Но зачем тогда нужно судить по делам их? Потому что будут мучиться все, будут мучиться вечно, но степень мучения, видимо, будет разная. Легче от этого никому не станет вы понимаете да? Кто знал бить будет мало больше, кто не знал будет бить меньше. Но биты будут все, да. Вы понимаете да? Смысл еще как бы суда в том, чтобы в действительности определить степень наказания для каждого человека. То есть наказан каждый, потому что он не уверовал и не был записан к нему жизнь. Но будет еще вынесен справедливый приговор от Господа каждому по делам его. Вот. Об этом мы следующее говорим. Да. Что также и будет вознаграждение выдано. Ну я так говорю выдано. Не знаю как оно на самом деле будет. По отношению тому, что мы сегодня уже говорили. Помните, что будет дело испытано каждого. И одно дело сгорит, да? У другого там устоит. Как бы там у одного есть золото, из железа. Помните, да? Там перечень. И кто-то спасется как бы из огня. Как головня из огня. То есть скажем так, что человек войдет в жизнь вечную, в это вечное состояние обитания Бога, да? И он будет там находиться. Но он туда попадет как голова из огня. Но будут те, например, апостола Павла, да? Который говорит, что веру сохранил, течение совершил и ждет меня награда. Вы помните, да? Значит, если бы не было в этом смысла никакого, да? Почему Павел бы об этом говорил? Почему столько раз как бы в Писании об этом говорится? И что помните, да? Петр такие тоже как бы вроде странные слова произносит, что суд начнется с Дома Божьего. Помните, да? А говорят, что верующие на суд не приходят. То как бы какое-то несоответствие получается. Но здесь не вопрос суда, как бы вопрос как наказание, понимаете? Здесь вопрос как, ну, скажем, да, так, что кому будет дана какая награда? По поводу того, как он прожил эту жизнь? Что он сделал, служа Господу? Какое он место будет занимать, скажем так, в этом царстве? Ну, сегодня много, знаете, шутят верующие, анекдоты рассказывают по поводу, что этому такой обитель предоставили, а этому другую, да? То есть много существует различных шуток. Но знаете, как говорится, что в каждой шутке есть доля правды? То есть неверующие будут судимы по делам своим, так же верующие будут, ну, может быть, не судимы, да? Но получать свои награды в царстве, но получать свои награды в царстве Божьем, понимаете, да? В вечном царстве Божьем. Поэтому это важный момент, после которого начинается вечное состояние. Вечное состояние. и это вечное состояние или вечное, можно еще сказать, государство, да? Оно описывается в Откровении 21-22 главе. Просто несколько моментов, вы сами это прочитаете потом. Значит, описывается, что старое небо и земля, что с ним произойдет? Оно сгорит, свернется, как написано, да, свиток, и придет новое, новый Иерусалим, который спустится с небес. И уже не будет там никакого солнца, потому что не надо будет, потому что сам Мессия, он будет все освещать своим присутствием. То есть это будет особенное время, особенное место, особенное состояние. Некоторые только, может быть, моменты, которые бы хотелось бы осветить. во-первых, как я сказал, что это вечное состояние. 21-22 глава об этом рассказывает. Высайя в 65-й главе в 17-м стихе. Давайте прочитаем, что там говорится об этом. в 17-м стихе. 65-й 17-м Ибо вот творю... А, ибо вот... Секундочку, тоже откроем. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежней уже не будет. воспоминаемы и не придут на сердце. Во-первых, здесь две очень важные мысли. Это то, что будет новая земля и новое небо. Но это также говорится и в Откровении. Ну и вторая очень важная мысль. Это то, что прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Это говорит о том, что у нас не будет больше памяти по отношению того, что было до этого. Никто не будет помнить никаких страданий, ничего. То есть все это будет стерто просто. то есть здесь мы будем все находиться в таком состоянии, как братья и сестры. Никто не будет Иисус там сказал, помните, что никто не будет ни жениться, ни выходить замуж и так далее. Это будет особенное время, ну как бы особенный такой момент, да? теперь посмотрите, посмотрите, как бы подумайте. Сегодня многие задаются вопросом, ну я же буду страдать, да, по отношению моих родственников неспасенных и так далее. Никто не будет страдать. Никакие немысли, никакие горести уже никому не придут в разум. Потому что все, что было связано с этим, все будет стерто. Ну я не знаю каким образом, но здесь сказано о том, что не будут вспоминаемы и не придут на сердце. Это означает, что их не будет ни в голове, как говорится, знаете, ни в сердце, как будто ничего не было, да. Тут есть момент такой интересный. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот, я творю Иерусалим весельем, народ его радостью. Я думаю, что воспоминания о том, что было здесь в этой жизни на этой земле у нас останутся, но та радость, которая будет, это как свет, который, когда приходит, он изгоняет всякую тьму. То есть вот то, о чем мы сейчас скорбим, мы в вечности будем радоваться, потому что поймем, что все, что происходило, оно на самом деле происходило с целью в конечном итоге, чтобы это наполнилось мы сейчас во временном состоянии воспринимаем это как повод для скорби, но там это будет повод для радости. Узнаем, потому что память не будет стерта. Да. Я думаю, что нет. Я скажу вам, что самое интересное, что вот отрывок начиная с 18 стиха до конца главы он вообще относится к мессианскому царству. Он не относится к вечному царству. Он относится к мессианскому царству. Если вы прочитаете отрывок с 18 стиха до конца, то вы увидите, что разговор идет именно о мессианском царстве. Некоторые моменты, которые здесь записаны, во-первых, здесь говорится в 25-м стихе, что все изменится, да, все изменится, кроме, посмотрите, 25-й стих, прочитайте. Кто-то может прочитать, да? Волки и огненок будут постеть вместе, и лев, как волк, будет есть солому, а для змея прах будет пищей, они не будут больше причинять дела и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Для них... А, все, извините. Посмотрите сюда, это предсказание о мессианском царстве, что наступит, наступит полный мир, полный мир наступит, да, все изменятся, кроме, посмотрите внимательно в стих, кроме, кроме змея. Он единственный будет продолжать и есть прах, да. То есть, это как своего рода предсказание о том, что змей, как бы вот, который еще, он жив, понимаете, да? То есть, еще нету окончания его, он не изменяется. Все изменяется, а он еще не изменяет. Они как символ, говорящий о нем. Почему мы не можем буквально это рассмотреть? В смысле? Буквально это расстояние, зло будет помещено в добро, что он будет право, это будет изменение, чтобы не было... Правильно, да, но здесь именно показано, отметь, ну, сделана отметка, Это что-то вечность, а не тысячелетие. Ну, пожалуйста, это ваше право. Вы можете со мной соглашаться, можете не соглашаться, это ваше право. Просто момент пересечения пророчести тут нельзя однозначно четко что-то говорить. Да, ну, начиная с стиха 18, до конца главы, здесь говорится о мессианском царстве. Поэтому, вы можете это принять, можете не принять. это ваше решение. Также о том, что все изменится в мессианском именно царстве, говорится еще в Исаии в 11 главе. Посмотрите. Как бы для того, чтобы просто посмотреть, что это именно о мессианском царстве. 11 глава. Исаии 11, 6 стиха. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норой я аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змея. Не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Дальше. И будет в тот день корню Исееву, который станет, как знамя для народов обратятся язычники, и покой, и его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Лама, и в Синааре, и в Ямафе, и на островах море. И поднимет знамя язычникам, и соберет из знанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема, и полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Едома и Моава наложат руку свою, и дети Омона будут поданными им. И сушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку, и в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев, так, что в сандалиях могут переходить ее. Достаточно, достаточно, мы уже перешли эту границу. Значит, вот эта часть, она говорит так же, видите, о мессианском царстве. Значит, я буду заканчивать, и просто хочу еще кое-что дать вам, для того, чтобы вам было понятно некоторые моменты. Вы можете дальше продолжать изучать, размышлять, делать какие-то выводы и так далее. Значит, хочу вам дать ключ книги Откровений. Ключ к книге Откровений находится в Откровении, 1 глава, 19 стих. Ключ к пониманию книги Откровений. Ключ к пониманию книги Откровений. 1 глава, 19 стих. Кто готов прочитать? Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего. Это ключ к пониманию книги Откровений. Объясняю. Смысл заключен в том, что то, что записано в книге Откровений, Иоанн написал то, что он уже видел, то, что происходило в тот момент, и то, что будет потом. То есть для того, чтобы было понятно, что это не только книга, говорящая о будущем, понимаете, но что в его книге содержится информация, которая была, которая есть на его момент, как бы, да, и будет в дальнейшем. И как бы просто ее разделение такое, ну, это книги, да, можно сказать так, что первая глава, она говорит о Мессии. И это как бы Иоанн смотрит назад, говорит о Мессии. Вторая, третья глава говорит о Церкви, то есть это что есть на данный момент. С четвертую по девятнадцатую главу основное внимание уделяется семилетнему периоду скорби. С четвертой по девятнадцатую главу. Период скорби, да? Это семилетний период скорби, да. Все основное внимание уделяется именно этому. Двадцатая глава. Это битва после тысячелетнего царства и суд великого белого престола. Двадцатая глава. Битва малого времени, ну, после тысячелетнего царства, да. И суд великого белого престола. Двадцать первая, двадцать вторая глава это вечное состояние. Все, дорогие. Спасибо. Спасибо.